Вам не кажется, что США играет по своему сценарию? И после посещения Саливана Киева складывается ощущение, что Америка хочет оставить путинский режим у власти, зная, что этот режим никчемный и для них никакой угрозы не несет, и не будет конкурентом в будущем. Предполагаю, что если режим сменится, то новая власть может оказаться успешной в правлении и развитии России. Как вы думаете? Ну, теорий и предположений может быть миллион. И ваша версия тоже имеет право на жизнь. То, что Джейк Саливан приезжал не просто так, а скорее всего привозил какие-то варианты развития событий, я даже в этом не сомневаюсь. Какие именно, очень трудно сказать. Ну, судя по тому, что российские войска так быстро оставили правый берег, да, под нажимом наших вооруженных сил, да, они ускорили, может быть, просто ускорили принятие этого решения, чтобы не быть разгромленными окончательно нашими войсками, но тем не менее это могло быть частью какого-то большого плана. Какого мы с вами сейчас, я так думаю, что в ближайшие дни узнаем. Ну, во всяком случае, на сегодня можно точно сказать, что с Российской Федерации сняли очень много санкций. Очень много. И финансовые санкции им разрешают, золотовалютные операции Лондон теперь проводить, и нефть продавать России разрешили, и минеральные удобрения продавать России разрешили. Ну, у меня на страничке в Фейсбуке я разместил пост, там есть описание всех санкций, снятых с Российской Федерации, и там же есть ссылки на документы. То есть, это не просто домыслы человека, который изложил это все. Я перепостил, просто поширил у себя, расшарил, как говорится, современным языком у себя на страничке. Можете зайти, почитать, перейти по ссылкам, посмотреть все эти документы, какие преференции получила Российская Федерация в результате вот этой операции. Так что, посмотрим, куда клонят Соединенные Штаты, и какова ситуация будет вырисовываться в ближайшее время, особенно на линии фронта. Но судя по тому, что Россия на левом берегу строит неприступную линию обороны, то я так понимаю, что форсирование Днепра в ближайшее время не предусматривается. Расскажите человеку, не посвященному военную науку, почему в который раз ранее в Киевской области и в Харьковской области, сейчас в Херсонской вооруженные силы Украины не добивает отходящей группировки, а дает им уйти и снова появиться на других участках фронта. Ведь у нас и разведка, и спутники, мы можем видеть их перемещение, почему даем им уйти? Ну, ответ очевиден, значит так надо. Вот скажу, чтобы не применять слов режущих ухо, я скажу более мягко, значит так было надо. Кому-то, если звезды зажигают, то кому-то это надо. И действительно мы ни под Харьковом, ни под Киевом, ни на правом берегу не разгромили основные боеспособные части вооруженных сил Российской Федерации. Теперь они могут появиться на любом оперативном направлении, которое есть на сегодняшний день на линии фронта от Харькова все равно до Херсона. Только теперь уже по левому берегу реки Днепр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова